За минувшие сутки число зараженных коронавирусом в мире увеличилось на 23 тысячи. Сейчас оно в сумме составляет почти 250 тысяч человек. Умерло более 10 тысяч носителей коронавируса, выздоровели 85 тысяч пациентов. В России на сегодняшний день коронавирус подтвердили у 200 человек. В Пермском крае число граждан, находящихся под наблюдением, также увеличилось. На сегодняшний день, соответственно, находится под наблюдением 906 человек. Прирост по сравнению с предыдущими сутками составил 207 случаев. Количество случаев подтвержденного заболевания коронавирусом в Прикамье тоже выросло. Был подтвержден третий случай заболевания коронавирусной инфекцией. Пациент 35 лет, прибыл из Доминиканской республики. С момента въезда на территорию Пермского края он находился под наблюдением медицинских работников. Был забран мазок на коронавирусную инфекцию, что позволило нам в свое время определить и изолировать пациента от контакта с окружающими. В настоящий момент пациент находится в удовлетворительном состоянии в краевой инфекционной больнице, получает противовирусную терапию. Ситуацию по заболеваемости опасным вирусом в Березниках прокомментировал главный врач краевой больницы имени Вагнера Роман Конев. На 20 марта 2020 года у нас в карантине находится 18 человек. Все обследованы, отрицательные результаты анализов на коронавирус. Вчера вечером по сводкам Роспотребнадзора приехало на территорию 4 человека. 2 человека не проживают в городе Березники и Александровске. Мы передали их дальше коллегам. Двоих человек мы вчера осмотрели, проявлений ОРВИ у людей нет, анализы забрали и сегодня отвезли для исследования. Штаб по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае по предложению главы региона Дмитрия Махонина принял решение об отмене всех спортивных, культурных, общественных, научных и других массовых мероприятий, где предполагается участие более 50 человек. Кроме того, Дмитрий Махонин обратился к родителям, чьи дети не посещают образовательные учреждения. Он попросил не допускать нахождения ребят в торговых центрах, парках или кино. Принимаемые меры не каникулы для отдыха, а способ добровольной самоизоляции, чтобы минимизировать распространение инфекции. Андрей Фадеев, Новости Верхнекамья.